Подмена абсолютного относительным или относительного абсолютным происходит, когда спорящий неумышленно или злонамеренно утрачивает различение идеальных понятий, например, благо, истина, непорочность и их сравнительной степени лучше или хуже, более или менее верно, в большей или меньшей степени справедливо. «Однажды мне довелось иметь дело с благочестивым человеком, который реально довел себя до полного изнурения, пытаясь исполнить заповедь «Будьте совершенны, как совершенен Отец Ваш Небесный» Иоанна Матфея, 5 глава, 48 степени. Проблема была вовсе не в заповеди, а в том, что человек не видел разницы между ней и другой, весьма на нее похожей «Будьте святы, потому что я свят». Эта заповедь неоднократно упоминается в Писании 1 Петра, 11-16, и в книге Левит, 11-44-45, 19-2, 20-7 и 26. Слово «святой» значит «иной, особо отличаемый от прочих». «Господь свят, свят, свят», так говорится в книге пророка Исаии, 6 глава, 3 стих. «В мире не существует ничего сравнимого с Его Создателем, и Он призывает своих детей, будьте иными, не такими, как этот мир, потому что я не таков, как этот мир». И это требование безусловное. К заповеди же о совершенстве нужно относиться как относительное, в ней речь идет о вполне конкретной добродетели, нелицеприятии. Иисус говорит «А Я говорю вам, любите врагов ваших и благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных, и так будьте благосовершенны, как совершение от святого Небесного». Иван Геонид Матфея, 5 глава, 44-45 стих и 48 стих. А абсолютного божественного совершенства человек, конечно же, достичь не может, ведь он творение, а не творец. Подобным образом, некто может заметить, как может Павел называть членов коринфской общины святыми, 1 Коринфянам 1-2, если же сам обвиняет их в раздорах, разделениях, близкородственных сексуальных связях, гордыне, эгоизме и прочих грехах. Но апостол однозначно указывает послание, адресованное освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте. 1 Коринфянам, 1 глава, 2 стих. «Святость, обретенная во Христе Иисусе, абсолютная категория. Но при этом мы еще только учимся поступать достойно звания, которые уже носим в Ефесянам 4.1». Павел пишет Коринфянам, «Не потому что у вас случается подобное, мы будем лишать вас звания святых, а потому что вы носите это звание, у вас подобного не должно быть». Но даже о себе он при этом свидетельствует. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе». Послание филиппийцам, 3 глава, 13-й, 14 стих. «Кстати, доводилось ли вам всюду, где это уместно и где неуместно, слышать в проповедях или видеть на плакатах, на магнитиках для холодильника, на автомобильных наклейках библейскую цитату? Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам, 4, 13. Безусловно, вне какого-либо контекста, по словам «все» подразумевается именно все, все что угодно. Но разве об этом пишет апостол? Мало того, что мы имеем здесь дело с ошибкой подмены контекста, так еще и способности в этом тексте имеются в виду вполне конкретные. Апостол пишет, я научился быть довольным тем, что у меня есть. Я умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и быть в недостатке. 4 глава, 11-й, 12 стих. Боюсь, это не совсем то, к чему стремится владелец такого магнитика на холодильник. Субтитры создавал DimaTorzok